Сергей Волков С Билли полчасика МакКин был знаком еще со времен окончания первой корпоративной, то есть по сути целую вечность. Тогда о возможностях открывающихся в поясе астероидов и дальше по всему Сол-Сису перед молодыми и беспринципными людьми вещала каждая электрическая розетка. И толпы малообразованных, а откуда у тех, кто родился на нижних ярусах земных мегаполисов образования, но деятельных и амбициозных юнцов, бросились в конторы вербовщиков, открывшихся во всех крупных городах Олдмами. МакКин и Полчасика завербовались в горнодобывающую компанию Фрипорт Додж, где им посулили золотые горы и серебряные вершины. Потом был трехмесячный перелет на Весту, 12-часовой рабочий день на горнодобывающем комплексе Сирокко, банкротство и волчий билет в зубы. Всех рабочих Фрипорт Додж вышвырнули, нет, не на улицу, благо таковые на Весте отсутствовали, но и не в открытый космос, за что эти самые рабочие и МакКин с полчасика в их числе были благодарны всем богам на свете. Вот тогда-то, сидя в грузовом терминале обесточенного транспортного узла на Весте, полчасика и размечтался, что однажды он сорвет большой куш и прикупит на одной из трех сестер барчик, непременно с роботом-привратником и комнатой отдыха, где всегда его будет ждать нежная и ласковая хумасита. Тогда в лагранжевых точках орбиты Юпитера как раз начали строить циклопические станции Альфа, Бета и Гамма, призванные стать пересадочными узлами, торговыми центрами, перевалочными базами, космодромами подскока и еще много чем. Человечество остро нуждалось в форпостах и аванпостах, чтобы продолжать свою экспансию в Солнечной системе, а Окси-Сити на Ганимеде, хотя и являлся самым большим человеческим поселением на выселках, но на эту роль подходил слабо из-за вечного перемещения в пространстве вместе со своим патроном Большим Юпом. С той поры немало звездной пыли осело на тропинках далеких планетоидов в облаке Оорта. Маккины полчасика искали Осмии-187 на Абероне и Тантал на Умбриэле, работали на обогатительных фабриках в поясе астероидов, участвовали в экспедициях на Макимаке, спускались в ущелье Кацит на Титане, задыхались в полуразрушенном транспортнике Шай-Н-7 на орбите Сатурна и гнили заживо среди хлорельных болот гигантского орбитального комплекса Биос, так и не ставшего для человечества космической фермой. Потом их дороги разошлись. Полчасика связался со Стелменами, подался в вольные старатели, а Маккин выучился на оператора погрузочного комплекса и стал ходить на больших транспортниках типа Кошалот, перевозя с внутренних планет и Олдмами на выселки разнообразный и остро необходимый тамбутер. За пять лет он потерял половину зубов, нахапал по самые помидоры радиации, но зато заработал кругленькую сумму и в итоге приобрел на бете хамелеона, о чем ни разу не пожалел. О старом друге и напарнике Маккин в последние годы практически ничего не слышал, если честно, даже начал забывать о том, что был вот такой человек, хороший парень, выпивоха и мечтатель по прозвищу Полчасика. И вдруг... Привет из прошлого! Месторождение Тулия, пробормотал Маккин, задумчиво скользя взглядом по бутылкам на полках за барной стойкой. Принцесса Калиопская. Откинувшись в кресле, он несколько минут размышлял о превратностях судьбы. Вернулась Шейла, строго глянула на Маккина, холодно улыбнулась. Господин, в помещении необходимо сделать уборку. Оно не отвечает нормам санитарной гигиены станции Бета. Позже отмахнулся Маккин. Вступай к себе и переоденься. Слушаюсь, босс. Шейла даже в костюме гейши теперь вела себя как настоящий медработник. Она скрылась за дверью комнаты отдыха, а Маккин снова погрузился в раздумья, но основательно подумать ему не дали. Ожил робот-привратник. Господин Эдвардсен с визитом. Пролясгал он, сверкая глазами лампочками. Опа! Сам пришел. Пробормотал Маккин и нажал кнопку разглокировки дверь. И я ему ору такой, да всего полчасика, сэр. А он уперся, бычара гнойный, и ни в какую. Ну я мигнул тому чуваку Владу, ты помнишь, вот седой, ну он русский, все время мылся еще. Короче, я ему мигнул, он сразу все понял и огрел этого корейского олигарха ключом-универсалкой по кумполу, и мы нарезали оттуда боты. Билли полчасика отхлебнул из стакана, довольно улыбнулся и продолжил. Решили рискнуть. В тот момент Рея, где мы сидели, проходила мимо Тефии, где была база вольных старателей. Там откисал в тот момент белый Мико со своими парнями. У нас с Владом имелся только старенький шаттл, знаешь, такая посудина времен первой корпоративной. Короче, на полчасика полета, по идее, топлива нам должно было хватить, и мы ломанулись, пока долбанный кореец не очупался и не норовил на нас армию своих хумасов. А то нам наступил бы эсхатологический крандец. Маккин усмехнулся. Полчасика всегда любил воткнуть в свою речь вот такие вот странные словечки, типа «эсхатологические», которых знал просто невероятное количество. Слушая старого приятеля и прихлебовые виски, Маккин про себя отметил, как постарел и осунулся его бывший напарник. Видимо, и полчасика почувствовал что-то такое, потому что он вдруг прервал свой бравый рассказ о приключениях, сделавших его в конечном итоге богачом, наполнил стаканы себе и Маккину и тихо произнес. «Проклятые годы! Давай, старина, за тех, кто уже никогда не сможет выпить за нас! Не чокаясь!» Они выпили, и Маккин, спохватившись, завел речь про девицу Сколиопы и ее сопровождающих и всю эту странную историю. «Не парься, старик!» — весело перебил Маккина полчасика. «Это какая-то ошибка! Я знать не знаю эту берту, мать ее! Ну, если для тебя это напряг, я свалю прямо сейчас!» В глазах полчасика промелькнуло что-то такое, что заставило Маккина смутиться. «Что ты, дружище?» — проникновенно сказал он. «Мой бар, твой бар! Сиди хоть год! Я просто хотел тебе сказать, это бой бабы и весь ее никелированный народец имеют на тебя далеко идущие планы!» «Какие интересные!» — спросил полчасика. Маккин не успел ответить. Челюсть роботопревратника лязгнула об пол, динамик прохрепел что-то неразборчивое, и в бар, гордо ступая, вошла ее высочество принцесса Берта Калиопская собственной персоной. «Котик!» — завопила она, увидев полчасика. «Наконец-то я тебя нашла!» Полчасик растерялся, несказанно удивив этим Маккина. «Простите, я вас... я с вами... мы разве знакомы?» «Да ты что!» Улыбаясь во все белоснежные тридцать два зуба, принцесса бросилась к полчасика и заключила его в такие крепкие объятия, словно они были давними любовниками. «Ты разве забыл? Паллада! Ночной клуб Галилео! Новый год!» И ее высочество поцеловало полчасика так откровенно, что Маккин вновь ощутил в горле знакомый комок. Ввалившиеся в бар следом за ее высочеством Грамилы взирали на эти нежности с растроганными, хотя и слегка охреневшими физиономиями. Полчасика с трудом сумел повернуть голову и умоляюще посмотреть на Маккина, мол, выручай! «Э-э-э... ваше высочество!» Маккин вступил в разговор, стараясь быть максимально вежливым и не забывая держать Грамил в поле зрения. «Вы, видимо, некоторым образом ошиблись!» «Я?» Отлипнув от полчасика, принцесса изобразила на личике искреннее удивление. «Да разорви меня, святой Ньютон! Да разможи меня Фобосом и пристухни Деймосом! Да нырнуть мне в большое пятно без скафа, если я ошиблась!» «Это же мой Билли! Мы провели такую ночку в Галилео!» «Милый, ты, конечно, был под кайфом, но забыть меня ты не мог!» «Не мог?» Спросил Маккину полчасика, и оба Грамилы перевели на него глаза, как по команде. «Э-э-э...» Проблеял полчасика, уже и не пытаясь освободиться от объятий принцессы, и даже, похоже, находя в этом некоторое удовольствие. «Я, кажется...» «Ты был на Новый год на Палладе?» Продолжил допрос Маккин. «Ну да...» Сникая кивнул полчасика. «И посещал клуб Галилео?» «Наверное...» Полчасика окончательно обмяк и приобнил ее высочество за талию. «Мы с парнями сперва нажрались в заглушенном реакторе, а потом решили сделать поп-кроу... трепануть по местным кабакам. А проснулся я вечером следующего дня в... В отеле «Солнечная корона»» Победно закончила за него принцесса. «Ну, там?» Спросил Маккин. «Ага...» Полчасика посмотрел в лицо принцессы. «Это что... Выходит, мы там с тобой... То есть с вами... А еще как...» Рассмеялось ее высочество. «Ты был таким неутомимым, милый...» Громилы довольно заржали. «Я так скучала...» Влажно прошептала принцесса и впилась в губы полчасика страстным поцелуем. На этот раз Билли не стал изображать статую и ответил. «Отвернитесь, джентльмены...» Посоветовал Громилам Маккин. «Я сейчас заплачу...» Пробосил Гох. «Я дам тебе платок...» Утешил его первый Громила. «Не угодно ли джентльменам...» Сказал Маккин и кивнул на бар. Громилы кивнули и двинулись к полкам. Нацеловавшись, полчасика ее высочество, не разжимая объятия, селись на диванчик под голографической картой Солсиса. Лысый полчасик с седой бородкой, прозовевшая Берта Калиопская, сбурно вздымающейся в вырезе платья грудью, напоминали сейчас персонажей из какой-нибудь ролевой виртуальной адвентуры. Мудрый наставник и эльфийская воительница, например. «Вы отлично смотритесь вместе!» Упрятав иронию как можно глубже, сказал Маккин принцессе и полчасика. «Завидовать дурно!» Подмигнула Берта Маккину, и у него внутри вдруг все похолодело от осознания того, что вот сейчас прямо на его глазах гибнет, причем однозначно и навсегда его хороший друг Полчасика, которого грабит целая империя, пусть и Калиопская. Маккин встречал в своей жизни множество разнообразных, разных женщин. Деловые курицы, служащие на всевозможных постах в многочисленных компаниях и государственных учреждениях. Рыхлые домохозяюшки с вечно прищуренными от невыплаканной доброты глазами. Бодрые сексуальные хищницы с подтянутыми грудями и осинными талиями. Колючие девицы из рабочих бригад. Портовые шлюхи, размалеванные словно куклы. Нелепые дамы из интелей, вечно мучающиеся от осознания своей учености и раздвоения личности. Наконец, искательницы приключений. Профессионалки, умеющие стрелять без рук и владеющие приемами спейс-дом. Но сидящая сейчас перед Маккином девушка не подходила ни под одну из этих категорий. Если бы не десантные ботинки и не два громилы, бубнящие о чем-то своем над бутылкой Джона и Джеймса, он бы ни за что не дал ей больше пятнадцати лет. Но манера и говорок ее высочество недвусмысленно сигнализировали Маккину, что перед ним женщина как минимум вдвое старше. — Кто же ты такая, мать твою? — думал Маккин, поглядывая на принцессу, весело болтающую о чем-то с полчасика. — И как тебе удалось так ловко облапошить сперва тертых никельвиков, а потом старого прощелы губили? — Да я просто умная и красивая. Вдруг на мгновение, повернувшись к Маккину, Тихону отчетливо сказала ее высочество. — А вы все дураки и не лечитесь. Показалось ему это или было на самом деле, Маккин так и не понял, но решил, что пора вмешаться. Внутри у него все просто кипело от негодования и жалости к полчасика, который наконец-то сорвал куш, сделал большой хапок, которым, конечно же, так или иначе поделился бы с приятелем, но вот прямо сейчас его денежки уплывали мимо уже протянутых рук Маккина в волчные пальчики какой-то межпланетной прошмандовки. — Ваше Высочество, а когда вы планируете покинуть Бэту? — Тут у нас, видите ли, санобработка на днях. С наиболее незаинтересованной из своих барных рож на лице поинтересовался Маккин. — Да сегодня после шести. Не поворачивая головы, промяукло ее Высочество. — У нас уже реактор греется. Кстати, милый, принцесса повернулась к млеющему полчасика. — Ты летишь с нами. — С чего бы это вскинулся тот? Маккин, разливая виски, напрягся. Это был момент истины. — Ну я как бы некоторым образом немножко беременна, — самым невинным видом произнесло ее Высочество. — У нас будет двойня. — У нас? Полчасика мгновенно побледнел. — Да, милый. Ласково улыбнулась принцесса, и Маккину стало не по себе от этой улыбки. — Тесты подтвердили, ты будешь папой. Ты рад? Полчасика промычал что-то в ответ, не раскрывая рта. — Это шок, — объяснил заприятелем Маккину. Ему нужно прийти в себя. — Я не знаю, — выдавил из себя полчасика. — Зато я знаю. Как порядочный человек, — прогудел Гох. — Теперь ты оказан жениться, — закончил за коллегу Рус. В баре наступила тишина, нарушаемая лишь далеким гулом системы вентиляции. — А сейчас мне нужно посетить консулы и отдать кое-какие распоряжения. Принцесса сделала деловитое выражение лица, поднялась, крутанулась на каблуках и двинулась к двери. На ходу она помахала полчасика ручкой и пропела. — Не скучай, милый. Наши парни поддержат тебя. — Еще как! — с готовностью ряпкнул Рус. Это было на руку Маккину, и он решил действовать. План был прост, как устройство прямоточного жидкоядерного двигателя на быстрых нейтронах. — Шейла, детка! — громко позвал Хумасиду через коммуникатор Маккин. — У нас очень важные гости. Сделай три слезы Нибиру. — Черные или зеленые, господин? — прошелестел из динамика голосок Шейлы. — Джентльмены, вы какую слезу предпочитаете? — повернулся к громилам Маккин. На лицах никельвиков отразился тяжелый мыслительный процесс. Полчасика за их спинами делал Маккину какие-то отчаянные знаки. — А это вообще что? — пробурчал наконец Гох. — Слезы эти. — Наш фирменный коктейль, — гордо ответил Маккин. — Стоит очень дорого, но вам за счет заведения. Услышав эти слова, громилы расплылись в довольных улыбках. — Болей, черный! — Рус хлопнул ладонью по стойке. — И пусть тащит четыре! Угоха закончилась у раза! Следующие полчаса прошли за неторопливым разговором о сравнительных качествах епитенианских дистиллятов и их отличиях от титанийских ректификатов. Под третьей порцией слез Нибиру перешли к женщинам и хумоситам. Под четвертой — к оружию. Все были бодры, веселы и красноречивы. У громил аспидно-черная жидкость в высоких хайболах подходила к концу. Маккин едва пригубил четвертый бокал, а полчасика отпил половину. — У старых добрых пулевиков одна беда, — размахивая руками басил Гох. — Тяжелые они, зараза! Вот у меня сороковник калашниковский, убойная машинка, но весит почти кило. То ли дело лазерников. — Да говно твои лазерники! — перебил его Рус. — Батарея села, и все, только орехи им колоть! Они сделали паузу и, не сговариваясь, залпом опустошили свои хайболы. Маккины полчасика переглянулись. Вошла Шейла в белом халатике, едва прикрывавшем ягодицы, и шапочки с синим крестом. — Критическая масса достигнута, — сказала она. — Что за фигня? — успел пробормотать Гох, обмекая в кресле. Рус просто рухнул лицом на стол и захрапел. — Люблю свою работу! — Маккин подмигнул полчасика. — А теперь беги, друг. Дошлю за твоего парадиза отсюда три отсека. — Спасибо, чувак! — полчасика вскочил, хлопнул ладонью о ладонь Маккина. — Век не забуду! Все, я погнал! Через полчасика буду уже в пути! Он недоговорил, закрутил ноги в крендель и мягко повалился на ковровое покрытие у ног Шейлы. Маккин недоуменно посмотрел на свою хумаситу, потом перевел взгляд на недопитый бокал полчасика. — Детка! — сказал он Шейле, медленно вставая со своего табурета. — Что происходит? Полный вырубон наступает только после четвертой порции слезы Нибиру. — Мы сбили, недопили? — Да, босс. Но тот, кто наливает, всегда может изменить дозировку основных ингредиентов. Шейла чуть улыбнулась Маккину уголками губ. — Мы хумаситы должны помогать друг другу. — Ах ты суп! Все поплыло перед глазами Маккина, барная стойка толкнула его в грудь, табурет дал подножку, и он рухнул на пол неподалеку от полчасика. Маккин приходил в себя по частям. Алкогольно-наркотический кошмар цепко держал его в своих объятиях, и сквозь бешеный стук сердца слышались лишь какие-то невнятные звуки, долетавшие из внешнего мира. Идентифицировать их Маккин не смог. Глаза не открывались. Руки и ноги жили своей отдельной жизнью, и он их практически не чувствовал. Болела голова, а толпа к затылку, где словно бы засел кусок горячего металла. Тягучая, выматывающая боль ползла вниз к основанию черепа и дальше по шее и вдоль позвоночника, отдаваясь в ребра и крестец. — Не больно, — прошептал Маккин чужими губами. — Значит, я жив. Он почувствовал укол в руку, но так и не смог расклеить ресницы. Потом ему стало легче. Боль утихла, сердце перестало грохотать, словно плазменный импульсатор. Он ощутил ноги, подтянул их к груди, свернулся калачиком и уснул. А когда прознулся, то чувствовал себя намного лучше. — Босс! — донесся до него голос Шейлы. — Просыпайтесь. — Вам необходимо принять питательный бульон и витаминный комплекс перорально. Маккин отбросил одеяло, сел и, наконец-то, открыл глаза. Шейла все в том же откровенном халатике застыла перед ним с подносом, на котором дымилась чашка горячего бульона. «Доброе утро, господин!» «Сколько я спал?» — прохрепел Маккин. — 51 час и 47 минут. «А где полчасика?» «Я имею в виду...» Господин Эдвардсон и двое гостей в бессознательном состоянии были доставлены на корабль Криопской империи и покинули станцию «Бета» спустя час после того, как... «Я понял». Маккин почувствовал раздражение и потянулся к чашке с бульоном. Отхлебнув через край, он обжегся, часто задышал открытым ртом, как собака, посмотрел на Шейлу за слезившимися глазами. «Шейла, зачем ты это сделала?» «Я просто выполнила просьбу», — спокойно ответила Хумасита. «Если я виноват, и господин, то готова понести наказание. Но постарайтесь сохранить мои основные функции в работоспособном состоянии. У вас сильные интоксикации, в ближайшие сутки вам необходим комплекс терапевтических мер». «Пойди из глаз», — простонал Маккин и откинулся на подушке. «Хотя нет, постой!» «Ты сказала, что выполняла просьбу». «Какую, черт побери, я тебе ничего не говорил!» «Просьбу госпожи Берти, конечно же». Все так же спокойно ответила Шейла. Кстати, только что от господина Эдвардсона поступила гравиграмма. «Включай», — вяло махнул рукой Маккин. «Послушаем, что там наболтал этот сукин сын». «Привет, чувак!» Голос полчасика в динамике был бодрый и весел. «Спасибо, что не подвел! Все прошло как по нотам. Извини, я не мог тебя посвятить, иначе было бы не так аутентично. Понимаю, ты злишься, еще и башка наверняка раскалывается. А после слезы Нибиру похмеляться нельзя, будет еще хуже. Но это все пройдет. А иметь в друзьях императора Калиопа тебе не помешает, а, чувак?» Полчасика рассмеялся, но сам же оборвал смех и продолжил. «Я... Мы придумали это четыре месяца назад на Марсе. Я тогда пытался завербоваться на прииске Редвольфа. Там были чувачки с Калиопа, они все жаловались на жизни, что хотят уже, чтобы у них все стало нормально, как у людей, и что ищут императора, но такого хорошего, как Сальена, идти трудно, а детей у него не осталось. Я их послушал, померекал малость, и тут как раз как-то вечерком познакомился с Берточкой. Ну, как познакомился? Она меня ограбила в одном там гадюшнике. Экспроприировала всю наличность. Только я ж, чувак, не промок, ты же знаешь. В общем, мы с ней в итоге сгорешились, и решили, что пора подумать о тихой, спокойной совместной старости. Ей ведь 46, ты не поверишь. В общем, она-то и разработала эту комбинацию. Учла нюансы и прочее. От меня требовалось только пустить слушок про месторождение Тулия и арендовать на самые подкожные фантики бизнес-джет от Парадиза, чтобы пустить пыль в глаза никельвикам. Кстати, если тебя интересует, беременность настоящая. Ну, а дальше все прошло как по маслу. Ты так искренне пытался меня спасти от женитьбы, что парни из госсовета поверили на все сто. Через пару дней наша свадьба, и вот я император с небольшим, но гарантированным доходом. Ну, а через месяцок жди нас на полчасика в свадебное путешествие, чувак. Все, давай! Еще вздрогнет небо от копоти! Возникла пауза, и потом голос Берты произнес. И не смейте трогать свою хумаситу, мистер Маккин. Узнаю, накажу. Ты меня знаешь. Она хихикнула, в динамиках зашуршала, тонко пискнула, запись самоуничтожилась. Маккин усмехнулся, посмотрел на Шейлу. Ты сказала, что ее высочество тоже хумасита. Но она человек. Все бы почувствовали подлог. Она хумасита, которой пересажен человеческий мозг. Шейла поставила перед Маккином под нос. Разве это не запрещено? Не располагаю такой информацией. Есть многое на свете, друг Хирацу, что и не снилось, процитировал Маккин, известного в Солсисе хумас комика Зе, и вздохнул. Нужно поесть и выпить витамины, господин. Вам понадобятся силы. Шейла умела быть настойчивой. Что ты имеешь в виду? В Солнечной системе еще немало поселений без правителей. Улыбнулась Шейла, и ушла, оставя ноги по одной линии, точно кибертанцовщица. Подписывайтесь на наш канал, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...